Добрый день, поступил вопрос, женщина 98 года рождения. Наследственность несколько отягощена, точно сказать чем сложно, но тем не менее был суицид у родственников. Со слов матери у педиатра какой-то диагноз вроде бы был при наблюдении, но ее пожалели, сказали, что здорова. Учеба в школе вызывала достаточно сильное напряжение, желание умереть, попытки вешаться, топиться, резать вены, так как было некомфортно среди группы. В дальнейшем училась в колледже, тоже было некомфортно, контакта с одногруппниками не находила. В 18-м году работала сборка обувных изделий, в 19-м на ферме, в 20-м, 22-м фасовки семян, с 22-го на фабрике детских игрушек. В отношениях не состоит, поскольку в принципе контакты, коммуникации напрягают. С 19-го года употребляла алкоголь, сначала частота раз в месяц, потом раз в неделю. Проблема. Первое. Суицидальные мысли и попытки, хочется умереть. Второе. Слабость, желание общаться с другими людьми. Я бы сказал по описанию предыдущего, что скорее просто отсутствует потребности в общении с другими людьми. Нервозность, желание убивать, хочется плакать. Четвертое. Паранойя. Все за мной следят. Четвертое. Еще раз. Слетает кукуха. Думаю, что мать и брат хотят убить. В последовательность хронологической. 16-го по 22-й год. Регулярные мысли и попытки суицида. В 22-м году была госпитализация психиатрическую. Психиатрическую больницу после попытки суицида. Был назначен теоридозин. В 20-м году появились мысли, что за мной следит блогер, которого я смотрела. Появились в кавычках не мои мысли, что он в меня влюбился. Искала в его видео послание, как будто это он говорит мне. Следила за машинами. Представляла, что он едет за мной. Следит по веб-камере. Так длилось 4 месяца, пока я не посчитала это издевательством. И я не захотела его убить. В конце года я немного перестала об этом беспокоиться. И появился другой человек с работы. Почти то же самое, только без тайной любви. Постоянно думаю о нем. Снится почти каждый день. Вычисляя среди машин. При его присутствии хочется бежать. Ощущение нереальности. Начинаю агрессировать. Хочется все пинать и крушить. Это обретает свой сюжет. И сводит меня с ума. Весь этот бред имеет свои сюжеты основания. И к психологу боюсь. Так как он может подтвердить, что мои бреди реальны. Можно ли это как-то лечить? Поможет мне психиатр или психолог? Естественно по письму диагноз не ставится на значение. Не делается. Поэтому мы говорим только о том тексте, который был прислан. Конечно все это заставляет как минимум насторожиться. То есть сами вы оцениваете свои мысли. Вот эти вот идеи, концепции, что там кто-то в вас тайно влюблен. Кто-то за вами следит. Едет там, подает вам какие-то тайные знаки, сигналы. Притом-то я так понимаю, что с этим блогером вы вообще не были знакомы. Все это конечно наводит мысли именно на то, о чем вы говорите. То есть о бреде. То есть идея, концепция, несоответствующие действительности. Во многом определяющие поведение пациента. Или полностью определяющие поведение пациента. И собственно говоря не поддающиеся критическому осмыслению. Очевидно на тот вот период, те 4 месяца, когда вот этот блогер по вашим ощущениям якобы за вами следил, якобы подавал вам какие-то сигналы. Критики к этому не было. Сейчас правда вы оцениваете это именно как явление, которого на самом деле не было. Как идею, концепцию, несоответствующую действительности. Ну и правильно в общем-то скорее всего называете ее бредом. Я не знаю точно. То есть я не проверял. Может быть там что-то было на самом деле. Но судя по вашему описанию, видимо все-таки нет. Опять-таки плюс к этому, да. Такая отстраненность, отчужденность некоторая от социума. Сложности видимо в выстраивании реальных отношений. И замена их вот такими вот концепциями. Конечно, говорит, ну как минимум, как минимум о психическом неблагополучии. Опять же, отягощенный ананас. Там сложно говорить, какие были диагнозы и почему, собственно, имел место суицид. Но, конечно, это тоже, так скажем, не в пользу психического здоровья. В отношении того, можно ли это все как-то вылечить. Ну, то, что с этим, безусловно, надо работать и состояние практически наверняка можно облегчить. Это, ну, почти без сомнения. Почему? Во-первых, вы сами говорите, что вот этот вот эпизод, по крайней мере, с блогером продлился 4 месяца и потом закончился сам. То есть, мы имеем не постоянное течение расстройства, да, либо расстройства, либо заболевания. Опять же, сейчас сказать нельзя. А все-таки какая-то смена, так скажем, темы, смена концепции есть. Поэтому это вообще без всякой терапии. Поэтому, если бы какая-то терапия, какое-то лечение было, то, по всей вероятности, это можно было бы в какой-то мере, может быть, и на 100% контролировать. То, что касается постоянного вот этого наличия суицидальных мыслей, конечно, это, безусловно, отягощающий компонент. Поскольку, хотя вы на данном этапе как-то с ними, видимо, уживаетесь, да, и ваши суицидальные попытки не привели к результату. Но, тем не менее, тем не менее, это всегда фактор риска. Причем, фактор риска очень серьезный. Поэтому, если говорить о том, куда обращаться к психиатру, или к психотерапевту, или к психологу, то, конечно, однозначно обращаться надо сначала к психиатру. Это без всяких вариантов. Правда, вы должны понимать такой момент, что если вы обратитесь к психиатру в ПНД с вот этими вот постоянными суицидальными мыслями, с тем, что вы уже госпитализировались после суицида, с тем, что по всей вероятности имело место вот это бредовое состояние, то есть достаточно высокая вероятность, что вас госпитализируют. И, возможно, госпитализируют и без вашего желания. Поэтому, если вы не готовы к госпитализации, то лучше обращаться к психиатру частным образом. Но, в любом случае, в любом случае, будь то бредовое расстройство, будь то, может быть, такая тяжелая депрессия, будь то психологические проблемы, доходящие до уровня, по сути дела, реактивного психоза. В любом случае, здесь, конечно, надо начинать с психофармакотерапии, стабилизировать состояние, уменьшить интенсивность как минимум, а лучше полностью подавить вот эти суицидальные мысли, депрессивный компонент. И тогда уже работать с психологом, потому что и психологическая компонента вот этой невозможности нормальной социальной коммуникации, невозможности выстраивания и поддержания отношений, она, конечно, тоже имеет место быть. Но сначала все-таки решить вопрос вот этими вот несоответствующими, по всей видимости, несоответствующими реальности, несуществующими в действительности концепциями, идеями и представляемыми фактами. А потом уже к этому дополнению можно рассматривать и психотерапевтическую, и психологическую работу. На мой взгляд, так было бы поступить вернее. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет, на нашем канале, на портале YouTube.com. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok